Девчули, всем приветик! У меня сегодня будет такой спонтанный влог. Я решила записать вам в свое воскресенье, чем я сегодня занимаюсь. И сегодня я занимаюсь, я работаю на сете, буду делать макияж для актера, для интервью сегодня. Вообще проект это короткометражный фильм, который станет пилотной версией для сериала. И сегодня у нас как бы такой просто еще как бы не съемочный день, а день, когда буду снимать просто интервью с актером. Всякую ерунду, я покажу вам в сайт, я покажу, что я нашла в своем ките. Как что, сегодня у нас интервью будет проходить в гараже. Вот мы приехали, тут прямо рядом с LX. Не знаю, тут надеюсь, не будет слишком шумно. Не знаю, попробую снять, как я делаю макияж. Сегодня у меня будет только один парень, мужской макияж, на просто как бы освежение лица. Но все равно я приперла свой гигантский чемодан. Наверное, скажу про этот макияж вкратце. Не знаю, будет ли возможность с ним его снять, поставить телефон куда-то, потому что я забыла свой трипод. Но суть в том, что мужской макияж, он всегда выглядит очень просто. И суть его в том, чтобы сделать так, чтобы никто не понял, что он на самом деле есть на актере. Особенно это тяжело делать, когда съемки идут на хорошие HD-камеры, потому что при леглом клоузапе, то есть любая легкая перепудренность, напудренность, она будет видна, будет видны, знаете, вот этот небольшой ворсик на лице, либо что. То есть макияж, казалось бы, должен быть суперлегкий, но сделать его достаточно непросто. Я не использую никогда тональные крема полноценно, то есть я мешаю их всегда с увлажняющим кремом, чтобы просто дать немножко каста хорошего на лица, выровнять цвет кожи. Обязательно всегда консилер, гель для бровей, завивка ресниц, губы, то есть делается все бронзер. В общем, я постараюсь снять, покажу, если нет, то у нас здесь есть фотограф, вот самолет взлетает, я постараюсь тогда, может, вставить фото до-после, либо включить сюда видео из самого интервью, которое будет. В общем, вот, потом вам покажу, что я с собой ношу в кейсе, как выглядит мой кейс и как вообще, что здесь проходит. Вот такие вот дела, все, остаемся с вами на связи. Покажу, в общем, как выглядит мой кейс. Всегда вожу с собой само собой полотенце, на которое все укладываю. У меня вот такой вот чемодан, у него снимается вверх. Здесь большое отделение и маленький с косметикой. Здесь я вожу в этом отделении всякую ерунду, которая нужна на сейте. То есть взять небольшие диспетки. Я не знаю, здесь у меня алкоголь, 91%, чтобы все дезинфицировать вокруг. Золотые скидки для макияжа, чистительных кастей. Санокария для рот. И здесь у меня непосредственно все мое богатство. Выделю все вот так. Очень удобно, здесь все раскрывается, подвигается. В общем, я же покажу, как кожа поселиться, так что кожа жалошу. Сейчас буду я все раскладывать. Хорошо, хорошо. Хорошо. Хорошо? Акцион. Семь, один, возьми один. Конечно, ты смотришь слишком много. Ха-ха-ха-ха. Попробуй это опять? Нет, нет. Вы получите это. Просто клоп. Да, хорошо. Вы играете. Красотка я, конечно, редкая сейчас, но как есть. Блин, вчера я ничего уже не записала больше под конец. Мы снимали 10 часов. Я была очень уставшая, очень занята. Я, на самом деле, тупо забыла уже что-то снимать. Но я в любом случае вставлю какие-то видео, которые там было бы, господи, мне бы причесаться было бы, но нет. В общем, вот, у меня новый день уже, утро. Я иду в школу. У меня сегодня класс по гриму и потом класс по nutrition, по витаминам типа. И покажу вам сейчас, где проходят мои классы по гриму. Я иду в школу. Я иду в школу. Я иду в школу. Это моя станция, где я работаю. Здесь у нас, видите, у каждого своя станция. Всех все подписано. Нужно было сделать таблички. У меня, конечно, самый криповатый. Выжигала эту картонку. Дома сработала пожарная сигнализация. В общем, вот, не знаю, что мы с ним пока делаем. Постараюсь что-то снять, если будет возможность. Что-то здесь помялось. И вот у меня сегодня, конечно, вообще... Ладно. Пойдемте смотреть. Так, закончилась у меня пара. Я сегодня такая красотка, я просто не могу. Вот, на самом деле, так я выгляжу ежедневно в школе. Потому что с утра у меня нет времени делать никакие макияжи. Даже волосы почесать я просто быстро собираюсь, накидываю, что есть, и вылетаю. У меня это все тот же день. Я просто в байке. Что хочу сказать. Ничего не сняла на классе, потому что делали макияж 18-го столетия. Как бы не очень интересно. Просто напудренные белые лица, знаете, розовые щеки, мушечки эти нарисованы. Будем то же самое еще делать на следующем уроке. Мне это как-то не очень интересно. Мне нравятся макияжи пострашнее и посложнее. Но они у нас уже скоро начнутся. И как раз еще Хэллоуин. Так что вообще будет круто. Вот, по классу все. Сейчас жду свой Nutrition, у меня будет тест. И потом я уже буду свободна, как напишу. Надеюсь, нас отпустят. И заеду с вами в американский Second. Я не была здесь еще ни разу в Second, но проезжала часто один и видела, что у них сейчас появились штуки к Хэллоуину. Хочу, в общем, купить. Я видела, у них там и сели на витрине белые маски. Просто белая маска такая одевается, сверху пластиковая. Суть в том, что один ютубер, который занимается именно гримом, устраивает челлендж. Нужно декорировать такую маску. Призывы там вообще какие-то незначительные. Там, по-моему, не помню, гифт-карт на Амазон. Там за первое место 20 долларов, там за второе место 10 долларов. Но суть не в этом. Суть в том, что я просто хочу поучаствовать. И артиста этот мне очень нравится. В общем, хочу посмотреть, купить такую маску. Она должна быть там 2-3 доллара. И что-то с ней придумать. Буду что-то делать. Вот. И еще. Ну все, больше у меня сегодня никаких, слава богу, планов нет. Потому что я еще со вчерашнего съемочного дня очень уставшая. Я надеюсь, сегодня лечь пораньше. И завтра я хочу начать уже делать с лепок лица, который я буду опубликую. Скорее всего, сниму видео. Будет полностью русскоговорящее видео. Не такое, как у меня предыдущие были FX Fridays. Именно по лепке расскажу, как лепить, что лепить и как мы это все делаем. Ко мне не пришли еще мои скалпс и тулс, которыми вырезать именно лицо, защищать. Но я надеюсь, я справлюсь без них. Может быть, просто этой лопаткой, которая у меня есть для макияжа. Посмотрим, в общем, что получится. Это у меня план на завтра. В общем, вот такие вот новости пока. Сейчас я пойду на тест. И уже выйду с вами на связь из американского сека. Посмотрим, что там есть. Давайте. Все, закончили мы с вами экзамен, наконец-то. И ездим в секс. Мы зайдем с вами в секонд и попробуем найти то, что мне нужно. И посмотреть, что там у них есть именно на хэллоуинскую тематику. Хочу сделать какие-нибудь интересные креативные луки, потому что, потому что хочу. В общем, вот, тест нормально прошел. Здесь все тесты проходят, я вам сейчас покажу, на чем. Не так, как у нас, точно не тесты, а экзамены. Они всегда по всем предметам одинаковые, они проходят вот на таких вот планках. Всегда это варианты ответа выбираете и true or false, его правда-неправда. У нас было сейчас 50 вопросов, то есть, как бы, нормальный, небольшой. Так выглядят все экзамены по всем предметам, неважно, где, что и на каком департаменте вы учитесь. Только на некоторых есть дополнительные еще практические экзамены, например. И на практические, где у вас практические уроки, вы сдаете и теорию практик, например, по стрижкам, вы сдаете практическую стрижку, еще потом теоретическую вот такой вот экзамен и по многим другим. Вот у меня сейчас идет, это у нас экзамен номер один, это как бы интерн, середина семестра на некоторых, а на некоторых классах, типа, треть семестра, он тоже по всем экзаменам. То есть, вообще, часто у нас здесь вот тесты такие часто гоняют. Поэтому классов вы ближе, но у меня тесты вообще каждую неделю. В общем, вот, я до следующего хожу, потом уже выйдет самим, сейчас позже в магазине. Такая сеть, кстати, тут есть еще куча всяких масок, но, блин, того, что у меня еще ничего нет. Ну, это все само собой, это как бы, ну, в секонденте, ну, видите, ну, тут все новое, все с битками, эти все маски, все новое. Ну, и ничего, что мне подходящее. Полазила еще, посмотрела, из чего можно поделать луки, ну, короче, ничего не нашла. Все-таки пришла бы, ну, ничего интересного нет. Такие рогатлики мне понравились, с ними можно было поделать какой-то классный лук. Здесь розы, эти корошки и фата идет. Ну, не стоит писать здорово, это очень дорого для такого. Вот такие сами можно сделать, не знаю, за пять. Поэтому, в общем, больше ничего не нашла. Это ходим костюмы для детей тут. В общем, вот, пусто. Такая масочка прикольная. Масочки есть интересные, но такие, как нужно, мне нету. В общем, все разобрали. Сейчас какие-то панамы. Ну, в общем, мать. Ладно, все, едем домой. С спокойной душой. Я уже вернулась в Сфуэр район, решила вам еще показать русский магазин. Надеюсь, у меня не сайт батарейка, пока я до него доеду. Мне пришлось тут выйти раньше, тут надо порядком прочесать. Мне очень захотелось, что у них вкусные очень пирожки Наполеон. Еще что-нибудь, я хочу смотреть, что у них там есть. Что-нибудь вкусняшек себе сейчас, потому что заслужила. Вот, мне очень нравятся здесь русские магазины, они очень интересные. Они такие все застрявшие в прошлом. Ваша часть, люди, которые сюда уехали, они уезжали в 90-е, когда вот прорвалась эта стена, и они таки застряли в этих 90-х. Очень многие эти взрослые русские, которые здесь живут, они продолжают жить в этом Советском Союзе. И вообще, знаете, даже апартаменты, как они обставлены, все настолько по-советски. У меня в доме очень много русских, и окна выходят как бы в общественный коридор, когда ты проходишь, и там видно, что у них прямо так все с коврами на стенах, все как надо. И здесь тоже самое, магазины продавщиты такие хомоватые в синих кретниках. Запах такой, как и с детства, уже даже в Минске такого нет. Здесь заходишь, прям пахнет Советским Союзом. Постараюсь показать и помогать сейчас. Продолжение следует... Квас. Все, вышла из магазина, иду домой. Так там все выглядит. Печенье слоеные ушки. Все, сейчас приеду домой, буду отдыхать. Сейчас сколько, наверное, полушестого, где-то шесть. Я уже настолько замучена, никакая. Вот, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не теряться. И всем до встречи. Пока. Пока.